здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале немного обо всем скоро у нас наступит самый замечательный самый веселый праздник новый год и в этом видео хочу вам показать как можно сделать новогодние венки своими руками это очень увлекательный процесс итак я приступаю но хочу девчонки сказать я совместила приятное с полезным заказала пиццу пиццу девочки я скушала и из коробки буду делать заготовку для своего венка коробка у меня достаточно большая это квадрат стороной 36 сантиметров и двенок я буду делать диаметр девочки внешний большой 36 сантиметров я из этой коробки вырежу две заготовки потому что все-таки картон здесь тонковат и эти заготовочки я совмещу между собой тем самым уплотну заготовку дальше девчонки я за кадром буду подготавливать еловые веточки их я буду делать из елочки купленный в магазине фейс прайс размером 55 сантиметров и стоимостью 55 рублей это достаточно дешево девочки я не буду щипчиками и кусачками отрезать эти веточки я елку буду полностью разбирать эти веточки к основе прикреплены капроновой нитью вот такой там то ли шнур это то ли нить девочки я все обрежу аккуратно все размотаю потому что длина этих веточек я считаю важна для венка поэтому я буду сохранять их длину тем самым просто вот разбирая аккуратно эту елочку это не сложно это все достаточно просто но разбирается тут достаточно просто щипчиками я здесь под паровый край и буду разматывать эту капроновую толстую нить выбрасывать я не буду ее я буду ее использовать в качестве подвеса для своего венка венок у нас девочки висит капроновую ленту я использовать не буду буду использовать вот эту капроновую нить она достаточно толстая по цвету мне подходит но сейчас я хочу вам показать как сделать окружность без помощи циркуля Девочки, мы берем свою заготовку, вот у меня этот квадрат со стороной 36 сантиметров Теперь мне надо найти центр этого квадрата Каждую сторону я делю пополам, это 18 сантиметров, провожу линии и нахожу вот этот центр Теперь от этого центра в каждую сторону я буду откладывать лучики длиной 18 сантиметров Сколько лучиков вы отложите, это уже ваше решение Чем больше лучиков, тем ровнее будет ваша окружность Но забегая вперед, хочу сказать, слишком стараться не надо Потому что это у нас вино, будет все заделываться игрушками и веточками вот этими искусственными Поэтому идеально нам здесь не надо, но все-таки можно постараться Вот так, девчонки, я начертила лучики Теперь я их все соединю между собой и у меня получится, в принципе, вот эта большая внешняя окружность Внутреннюю окружность я буду делать 9 сантиметров Также отложу лучики размером 9 сантиметров и сделаю внутреннюю окружность Потом это все вырежу и это у меня получится шаблон Поэтому шаблон я сделаю такой же бублик, чтобы усилить Я говорила, что картон тонковат, поэтому я усилию это все Но все, девчонки, когда я это все вырежу, вот эти две окружности Я опять к вам вернусь, а пока я озвучивать не буду, потому что я думаю, и так все достаточно понятно Ну а сейчас я буду использовать вот такую новогоднюю вишуру Я ее часто использую в изготовлении своих венков В этот раз я буду делать зеленую Но иногда я использую красную, желтую, это как уже мне захочется Девочки, клеить я буду один конец на горячий пистолет То есть начало и конец, середину я клеить не буду Также буду сейчас сразу использовать вот эту гирлянду, купленную в физпрайсе Тоже буду приклеивать ее с помощью горячего пистолета Девочки, вот здесь клей момент нас не выручит Можно, конечно, делать на двухсторонний скотч, но это не так надежно Сейчас я вот этот выключатель приклею Это будет у нас задняя сторона девочки венка Дальше я захочу обмотать вокруг этого венка гирлянду Но это у меня не получится, потому что расстояние между вот этих светящихся фонариков достаточно маленькое Поэтому сначала я захочу сделать так с обмоткой Но потом переделаю, передумаю Я вам сейчас покажу Я просто буду эту гирлянду девочки приклеивать на горячий клей пистолет По внешней стороне своего рождественского венка Посмотрите, как это сейчас будет То есть обмотать мне не удается Поэтому я сейчас просто гирлянду достану эту И буду в произвольном порядке Как мне захочется приклеивать ее на горячий клей пистолет Девочки, вот так вот я раскладываю Сама по себе проволока эта не прожгется Горячий клей пистолет не имеет такую сильную температуру, чтобы оплавить вот эту нашу гирлянду Девочки, сейчас я приклею гирлянду А потом я буду обматывать свой венок вот этой зеленой мешурой Обматывать, девочки, буду не часто, редко Потому что как бы на часто обмотку нет смысла Почему? Потому что мы эти пустоты потом будем заполнять вот этими еловыми веточками Из елочки, которую мы с вами разобрали Которую, то есть, извините, я разобрала А сейчас я вот просто прикрепляю свою гирлянду к этой заготовке Заготовки у нас у меня между собой пока не скрепленные Потому что как бы, ну, можно скрепить Я что-то как-то не стала Я их сейчас закреплю вот этой гирляндой новогодней То есть, мишурой Сейчас, девчонки, я буду приматывать мишуру Как и говорила, один конец я заклею, приклею к заготовке И второй конец приклею А остальную сама мишуру клеить не буду Потому что вот в эти промежуточки я буду, девочки, засунуть еловые веточки Вот посмотрите Один край закрепила Вот я сейчас и отрежу лишнее Чтоб не болталось мне И сейчас, опросто, девочки, вот так вот буду наматывать свою вот эту мишуру По заготовке венка Смотрите, чтоб только эти шишечки были у вас наверху Вот эти лампочки от гирлянды Все, девчонки, вот так вот по кругу Это я сейчас делаю Все Сейчас я все обмотала Посмотрите, как получилось Ничего страшного, что у нас такие просветы Эти просветы мы сейчас будем заделывать вот этими веточками Веточки вот так вот, девочки, я буду Почему я не приклеивала мишуру? Потому что вот под мишуру Чтобы скрыть все эти некрасивости этих веточек основы Я буду приклеивать вот эти веточки под мишуру на горячий клей-пистолет И тоже, если у нас будут оставаться там просветы Тоже ничего страшного Мы дальше будем приклеивать игрушки, шишки и так далее И тому подобное Ну, девчонки, я думаю, сейчас я видео вообще озвучивать уже не буду Сам весь процесс Вы поймете, как я буду дальше приклеивать шишечки Потом игрушки И потом еще мишуру И в скором времени я вернусь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Посмотрите, я хочу показать, какие они гибкие Девчонки, если у вас там какие-то неровности, некрасивости Девочки, веточки, вот так можно будет загибать Когда мы все с вами сделаем Вот я сейчас еще одну мишуру буду продевать Вот эту маленькую, тонкую, серебристую через большую Все можно, девочки, выпрямить Все веточки гнутся Мишура вся вытаскивается Ее можно ножничками достать И все сделать красиво Дальше я хочу вам показать, как можно использовать Вот такие обычные банты Я их купила в рукодельных магазинах 30 рублей метр Из них сделала, девчонки, я вот такие симпатичные бантики Бантиками тоже можно украшать Свои новогодние венки И мне бантиками, если честно говоря Украшать больше нравится Вот я буду сейчас делать Такие замечательные голубые бантики На них нарисованы снеговики И захотелось мне венок сделать В такой вот голубой гамме Шишечки у меня тоже там И серебряные простые Серебряные я покрасила серебряной краской Потом вам ее покажу Потому что венок буду тоже красить серебряной краской А пока я буду приклеивать эти бантики Сейчас я достала свои маленькие игрушки новогодние Вот такие у меня голубые шары И серебристые шары Девочки, можно использовать большие шары Новогодние Ну я вот решила, что у меня этот венок Такой будет в маленьких шариках Также буду приклеивать на горячий Приклей пистолет Но вот большие шары, девчонки Тоже красиво смотрятся Ну я решила маленькие Поэтому буду делать маленькие Вот так вот я эти девочки Свои веточки новогодние Все поправляю Все это вытаскивается Поправляется Веточки гнутся из стороны в сторону Все получается красиво Ну вот, девчонки Я свой венок в принципе весь уже сделала Посмотрите Сейчас я его включу Вот так вот он смотрится Он как ночник Даже замечательно смотрится Все я прикрепила Все сделала Теперь я решила Вот этим спреем Тоже в физпрайсе Купленный Серебряный Сбрызнуть весь свой венок Как бы немножко Приглушить свет Буду делать это на пакете Буду делать это на пакете Посмотрите Я шишки красила Пакет у меня тоже покрасился И вот так вот спреем Я сейчас свой венок Так вот небольшими такими пшиками сделаю Весь покрывать конечно я не буду Потому что все-таки зелень должна быть Ну так вот приглушу яркие краски И сделаю его как бы в одной такой цветовой серебристой гамме Ну много не буду Мне вот совсем чуть-чуть будет достаточно Так немножко на шарики голубые побрызгаю И немножко на эти бантики Чтобы все-таки сделать одну такую серебристую гамму Ну вот в принципе все Девчонки сейчас еще хочу показать вам один венок Параллельно тоже с этим делала Немножко в другой цветовой гамме Такая вот яркая Яркая Это вообще у меня очень старые игрушки Тоже тут ленты такие Вот такой вот он яркий И тоже использовала Вот посмотрите двухсторонний он у меня тупый Подарочки Тоже какие-то старые вообще игрушки Бантики Вот мне просто очень нравятся эти бантики Ну все девчонки Я сделала свой венок Мне в принципе он понравился Вот девочки посмотрите Какая красота у меня получилась Я выключила освещение Большое центральное Включила венок Мне все понравилось Я жду от вас вашей реакции на мое видео Либо пальчики вверх Либо пальчики мне понравилось Вам не понравилось Либо оставляйте какие-нибудь комментарии Я люблю заниматься творчеством Этот вид рукоделия мне тоже нравится И к этим праздникам я готова полностью Скоро будет праздник Ученки Рождества И следующий свой мастер-класс Либо видео просто Я хочу посвятить Вышивке ангела из бисера Это видео я буду уже вот снимать на днях Ну а вам всем желаю Хорошего творчества Здоровья Счастья И успехов И жду ваши комментарии На мое видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok